Какая ядрёная идёт, подумал старый маньяк Викентий, Вглядываясь в женский силуэт, ясно вырисовывающийся на фоне костров. Не зря, не зря Викентий заприметил этих дебилов об холодом. Не зря три дня он рыл траншею и подвёл к ней водосток. Викентий точно рассчитал, что этих чудиков искать никто не будет, А братья по разуму будут только рады когда-нибудь, Что их похитят инопланетяне. Будущее виднелось Викентию в радужных тонах, Предполагаемая жертва подбиралась всё ближе, ближе. Тусклый луч карманного фонарика слабо мелькал по поляне. И вот ещё чуть-чуть, и Викентий останется только рвану Несколько метров по кустам. Викентий облизывал неровные кончики усов и зажимал рот, Стараясь держать радостное хихейканье. Но вдруг свет фонаря затух, и силуэт стал едва различим в темноте. Женщина остановилась в нерешительности. Это слегка нарушило план Викентия, но траншея была уже тут как тут. Викентий решил подтолкнуть жертву вперёд и, собрав волю в клад, провизжал. А слева дорога сухая, иди там. Силуэт остановился, вглядываясь в темноту. Кто это? Какая тебе разница, сука? Вперёд иди, подумал Викентий. Всё-таки он решил перехитрить глупую бабу. Силой своего мозга затянуть её в западню. Викентий представлял себя пауком, осторожно дёргающим за ниточки паутины. Слева нет воды, иди туда. Мозг паука достиг предела хитрости и коварства. Силуэт сделал шаг вперёд, но снова остановился. Все мышцы Викентия напряглись. Он прислушивался и принюхивался к движениям силуэта. Слюна стекала по жидкой бороде Викентия. Штаны оттягивал мощный стояк. Иди тебя в качель, Йоба! Страшный рёв раздался со стороны силуэта. Он не был похож на женский голос. Вообще на человеческий голос. Викентий весь поник. Напряжение, как рукой, сломал. Руки стали вялыми и легли на землю. Чьмо болотное, мудозвон конченый. Рёв не замолкал изредка, Прерываясь с хлипами, с дохами. Может, и не такие уж дебилы эти уфологи. Мысли Викентия путались. Этот силуэт явно не принадлежал человеку. С отвращением Викентий отползал за ближайший холм. Ну, тебя неведомая хрень. Викентий, не оборачиваясь, длинными прыжками скакал по кочкам. И не заметил, как фонарик снова замелькал возле силуэта.